Несмотря на то, что неделя в этот раз началась как-то вяло, вдруг события стали развиваться лавинообразно. И ярких событий на этой неделе было так много, что мне даже пришлось немножко вычеркивать темы из предполагаемого выпуска. Но я обещаю, что в следующих выпусках мы обязательно поговорим про ужас, творящийся в Белебее, Белебеевской больнице и вокруг вообще сферы здравоохранения в этом городе. Обязательно поговорим про жилой комплекс биосферы, но тоже на следующей неделе, наверное. А сегодня начнем с самого главного шока недели, который, в общем-то, потряс и страну, и, наверное, каждый регион. Я говорю об аресте хабаровского губернатора Сергея Фургала, который произошел в середине недели. Собственно, как это касается нас. Тут надо говорить не конкретно о самом Фургале, а о его будущем, прошлом и настоящем. С этим, пожалуй, что все понятно. Надо говорить об очередном прецеденте ареста крупного федерального чиновника. Зачем это делается, почему это делается с такой помпой, я бы сказал, даже театральностью. Первое и, наверное, самое достоверное предположение это то, что нужно показать населению, что у нас нет неприкасаемых, что вот смотрите, как мы боремся здесь с бандитизмом и коррупцией и так далее, и так далее. Та поспешность, с которой Следственный комитет сделал свои заявления по доставке Фургала в Москву и потому, что ему вменяется, та поспешность с предъявлением обвинения, которая произошла на наших глазах, говорит, конечно, о том, что судьба Сергея Фургала предрешена и что он получит там очень большой крупный срок и уедет, как говорится, в Магадан. Но что это значит для нас, простых жителей, простых губерний нашей многострадальной России? Казалось бы, федеральный центр дает сигнал населению, что смотрите, как мы можем поступить в случае с несправедливостью, беззаконием и безобразием. И, казалось бы, федеральный центр ждет, в общем-то, восторженного отклика о том, что вот смотрите, у нас тоже есть справедливость. Однако тут есть очень серьезный риск получить несколько иной отзыв от населения. Дело в том, что в большинстве губерний, пожалуй, что сложилась реакция, а вот нам бы так. И вот это очень забавно, потому что практически в каждой губернии у губернатора имеется некое темное прошлое или даже темное настоящее, относительно которого местное население вполне бы аплодировало в случае его ареста. Собственно, не исключение, наверное, и Башкирия. Много темных пятен в судьбе дорогого Радия Фаритовича. Это и в период до 2019 года, то, что связано там с всевозможной собственностью и непонятным имуществом. Это и в период его бытности в Москве и работы в администрации президента. Это и крымский период Хабирова. В общем, тут, конечно, есть чем заинтересоваться. Да и нынешние деяния всей его команды, конечно, вызывают пристальный интерес правоохранительных органов. То есть, как говорится, вот в Башкирии точно вот этот отклик о том, что и нам бы так, вполне себе вероятен. На прошедшей неделе произошло еще одно федеральное событие, в общем-то, не связанное с арестами и задержаниями. Я говорю о заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое прошло в дистанционном режиме, но в основном было посвящено Казани и всевозможным там достижениям Татарстана. И для нас с вами любопытен диалог Владимира Путина и Радия Хабирова, который случился на этом заседании, который очень бурно обсуждался в СМИ Башкортостана. Многократно назвав Татарстан лидером и по Волжье, и всей России, Путин поинтересовался у Хабирова, причем персонально поинтересовался по имени и отчеству, когда же Башкортостан догонит Татарстан. Причем в интонациях Владимира Путина, который мы уже научились улавливать и расшифровывать, чувствовалось явное такое ехидство и некая подколка. Радий Фаридович, очевидно, будучи готовым к подобному вопросу, отторабанил заготовку, немножко путая падежи и склонения. Он заявил о том, что Татарстан для нас братский сосед и учитель, и что мы вот-вот его достигнем, но правда в необозримом будущем. Ну, тут, конечно, очень характерна реакция региональных СМИ, подконтрольные башинформы и всякие прочие телеграм-канальчики подхватили с завыванием эту тему о том, что смотрите, смотрите, мы догоняем Татарстан. Хотя я бы, конечно, был бы осторожен в подобных заявлениях. Объективные показатели, экономические показатели региона Татарстан и региона Башкортостан, конечно, не оставляют нам надежды на то, что Башкирия в скором времени догонит Татарстан по каким-либо из этих показателей. А вот та остервенелая полемика, которая у нас практиковалась в последние полтора года в отношении соседнего Татарстана, конечно, ставит под сомнение вот тот тезис Хабирова о том, что это братская республика. Мы все помним о том, как он повелел вызвать слезу у казанского мэра. Всевозможные вот эти вот ревностные попытки догнать, сравниться или хотя бы имитировать то, что делается в Татарстане. Все это, конечно, наводит на печальные мысли о том, что команда управленцев республики Башкортостан вовсе не конструктивно подходит к соревнованию, а всего лишь имитирует, либо злобно критикует то, что происходит в соседней республике. И, как метко отметил Олег Арефьев, мы вовсе не догоняем Татарстана, мы всего лишь наступили на их тапки, которые они отбросили уже 20 лет назад и бегут впереди уже в каких-то современных кроссовках. А мы все еще топчемся и улюлюкаем на их старых, сброшенных за ненадобностью тапочках. Как я и обещал в предыдущем выпуске, мы поговорим сегодня о деятельности одного из депутатов Государственного собрания Республики Башкортостан Дмитрия Чувилина. Вообще, конечно, тему депутатов нашего регионального парламента, пожалуй, стоило бы сделать традиционной. Я об этом подумаю, потому что масса информации и материалов есть на ярких наших депутатов, на Рустама Ишмухаметова, на многих других. Но сегодня мы говорим о Дмитрии Чувилине. Будучи одной из самых ярких фигур политического небосклона нашего невнятного и блеклого Башкортостана, Дмитрий Чувилин не ограничивается простым и унылым законотворчеством в нашем региональном парламенте, а занимается акционизмом, собственно, тем, чем он и занимался всю свою жизнь. Политический путь Дмитрия Чувилина достаточно извилист и ярок, на самом деле, без преувеличения. Все его вот эти бесконечные перформансы, всевозможные митинги на очень разные иногда противоречащие друг другу темы в разных городах республики Башкортостан. Мы это помним, вот эту выездную бригаду, которая гастролировала по всей республике от Нефтекамска до Стеретамака, устраивая митинги, перформансы и всевозможные акции. Мы помним разных его соратников в той или иной мере теперь осужденных судами. В общем, Дмитрий, конечно, много лет нас радует разнообразием своей политической деятельности. И вот теперь, став депутатом Госсобрания, весьма загадочным образом, кстати говоря, став этим депутатом от КПРФ, Дмитрий, конечно, не успокоился. Одна из сфер его интересов простирается в сторону торговли табачными изделиями. Этот извечный порог человечества не мог оставить Дмитрия безразличным. И, вооружившись своими помощниками, он кинулся на борьбу с незаконной торговлей табачными изделиями. В принципе, конечно, дело благое. И вообще контроль за торговлей табаком, алкоголем и прочими одурманивающими средствами дело важное и, наверное, достойное депутата Государственного Собрания. В общем, со стороны это выглядит достаточно прилично и выглядит следующим образом. Помощники и уполномоченные Дмитрием Чувилиным лица на эту деятельность ходят по торговым точкам, торгующим табачными изделиями и всячески контролируют правильность исполнения закона о торговле табаком. Ну, в общем, при первом приближении выглядит это вполне себе благообразно или целесообразно. Но, если глубоко вникнуть в их деятельность, возникает масса вопросов. И вот именно об этих вопросах мы и будем сегодня говорить. Деятельность по контролям за торговлей табаком у Дмитрия Чувилина и его команды имеет очень интересную форму. Весьма компактная группа товарищей. Это Ян Двинский, Кирилл Ковальский и еще буквально 2-3 человека гастролируют по городу Уфе, в основном, иногда заезжая, правда, в Стерлитамак, и производят контроль торговли табачными изделиями. Первый вопрос, который вызывает их деятельность, это, конечно, избирательность контроля. При том, что в Уфе свыше 400 точек по торговле табачными изделиями, интерес Яна Двинского и Кирилла Ковальского вызывают исключительно небольшое количество торговых точек, и только с ними они уже работают, если это можно назвать работой, с ноября 2019 года. Методично, регулярно и, я бы сказал, постоянно, навлекая на эти торговые точки всевозможные проверки и ревизионные действия со стороны правоохранительных, контролирующих и прочих надзорных органов. Технология проста. Эти товарищи, предъявляя корочки помощника депутата Государственного собрания, либо еще какие-то удостоверения ЛКСМ, как в случае с Яном Двинским, заходят в магазин, требуют предъявить им документы всевозможной акцизной марки, порядок выкладки товара и так далее, и так далее. Но, не будучи, на самом деле, уполномоченными на подобные действия, конечно же, получают отказ со стороны продавцов и собственников торговых точек, вызывают на место наряд полиции, требуют изъятия табачных изделий и так далее, и так далее. До этого момента все, собственно, более или менее в правовом поле, кроме вот этих требований предъявить документы со стороны непонятного Яна Двинского или какого-нибудь Кирилла Ковальского. Дальше правоохранители, разводя руками и кивая в сторону представителей депутата Госсобрания, вынуждены составлять какие-то документы по изъятию этой продукции и увозить это все на экспертизу. Потому что у милиционеров, у полицейских, безусловно, нет компетенции, чтобы на месте определить законность, незаконность акцизных товаров. И вот дальше начинается карусель. На некоторых из выбранных для контроля вот этими добрыми молодцами предприятиях за полгода прошло, внимание, 68 проверок. 68 проверок на одну торговую точку со стороны всевозможных контролирующих органов. Дмитрий Чувилин, как из пулемета, строчит запросы в отношении этих конкретных предприятий, запросы о том, что он требует проверить, требует выявить там и так далее, и так далее. Надзорные и контрольные органы вынуждены подчиняться требованиям уважаемого депутата Госсобрания. Причем в приватных беседах и полицейские, и представители Роспотребнадзора, и даже представители таможни, которых иногда вызывает Чувилинская команда на место, заявляли, что они уже устали от этих бесконечных запросов. Они, конечно, их будут исполнять, потому что так положено по закону, но они уже не видят никаких оснований для того, чтобы это все делать. Ну, поедем дальше. Значит, однажды в период от карантина, самого жесткого, когда все было закрыто, со стороны Чувилина даже поступил запрос о том, чтобы проверили точку, на которой якобы производится работа, незаконным образом люди работают вопреки запретам республиканских федеральных властей. И эта информация не подтвердилась. Тут вот вообще очень большой вопрос с достоверностью и результатами этих запросов. Проведя 68 проверок на одну точку, ни один из контрольных или ревизионных органов не выявил существенных нарушений, кроме как пожарники нашли там какой-то неподключенный провод к сигнализации, выписали небольшой штраф и принудили собственников помещения эту сигнализацию подключить. Примечательно, что Ян Двинский и Кирилл Ковальский не чураются прикрываться и более высокими именами в своей вот этой устрашающей деятельности. Я имею в виду то, что господин Ковальский, например, время от времени ссылается на самого Хабирова, когда вот эти действия они производят, например, в Инорсе, он всегда приговаривает, что чуть ли не им лично поручил Хабиров почистить Инорс. И вот эта вся деятельность, связанная с устрашением вот этих торговых точек, она именно связана с прямым указанием Хабирова. Это, конечно, очень смешно, но тем не менее время от времени действует на слабые умы продавщиц табачных ларьков. И, пожалуй, что стоит разобраться в сущности вообще всей этой деятельности и в ее целесообразности. Понимая, что деятельность вот этой группировки распространяется всего лишь на 2% от торговых точек, наверное, было бы глупо делать вывод о том, что это некий тотальный контроль и попытка навести порядок вообще в этой сфере. Скорее, это воздействие на отдельно отобранные точки с какой-то определенной целью. С какой целью? Пока, наверное, говорить рано, но... В целом, и рассуждая субъективно, конечно, вся эта деятельность лично у меня, например, вызывает некие подозрения. Особые подозрения вызывают, например, тот факт, что Дмитрий Чувилин не просто требует навести порядок в торговле, но зачастую, обращаясь к собственникам помещения, он требует расторгнуть договора аренды, например, с арендателями, предпринимателями, которые арендуют эти помещения. Вот здесь уже, конечно, Дмитрий заходит совсем за черту своих полномочий, потому что одно дело требует соблюдения законности, а другое дело вмешиваться в хозяйственную деятельность. Предоставление и получение в аренду помещения – это исключительная прерогатива собственника и арендатора. Соответственно, здесь участие депутата Государственного собрания Республики Башкортостан вовсе не требуется. Но Дмитрий Чувилин неумолим, и требования по расторжению аренды от него поступают регулярно. Кроме всего прочего, конечно, вызывают некие подозрения и сомнения. Факт того, что параллельно с этой деятельностью по устрашению и, я бы сказал, наездом на вот эти вот торговые точки, господин Ковальский, например, в мае 2020 года регистрирует некое автономное некоммерческое объединение – агентство по поддержке независимых предпринимателей Республики Башкортостан. Ну, само по себе, конечно, вот это вот, то, что это агентство и то, что это независимые предприниматели, это вызывает некую улыбку, но давайте задумаемся, зачем господин Ковальский создает это предпринимательское объединение? Неужели у нас мало предпринимательских объединений? У нас есть ТПП, у нас есть там партии Роста, у нас есть всевозможные опоры России, да еще дофига всяких, значит, объединений предпринимателей, которые толком-то и не работают. Зачем было еще одно создавать? Напрашивается вывод о том, что, наверное, для того, чтобы собрать туда членов, например, табачного цеха, и, ну, условно говоря, собирать с них взносы. Я пока не берусь утверждать, что это некая форма рэкета, либо попытка взять под контроль целую торговую сферу, пока у меня недостаточно для этого оснований. Но что-то такое вот подобное начинает закрадываться мне в голову. Будем дальше, естественно, наблюдать за этой публикой, смотреть за их действиями, мы в контакте со всеми теми, кто, ну, по большому счету, пострадал от этих ребят, потому что вот эти вот, например, 68 проверок за полгода, это не просто время, потерянное людьми, предпринимателями. Это на самом деле вполне себе потерянные деньги. Потому что бесконечное изъятие товара на экспертизу, зачастую этот товар каким-то образом там где-нибудь в Роспотребнадзоре или в полиции немножко теряется, да, потому что там все тоже люди курящие. В общем, все это вместе, конечно, наносит прямой ощутимый ущерб предпринимателям. Как же быть с тем, что из каждого утюга, из-за каждого угла и каждый депутат Госсобрания Республики Башкортостан вещают о том, что необходимо усилить поддержку бизнеса, необходимо ослабить административный нажим и так далее, и так далее. Как быть с этим, уважаемый господин Чувилин? Ваша команда, пожалуй, что генерирует эти административные препоны для бизнеса в Уфе и в Республике Башкортостан. Кроме всего прочего, надо отметить, что торговля табачными изделиями это глубоко заформализованная деятельность. Налоги собираются с этих товаров до того, как они поступают в продажу, я имею в виду акцизы. То есть, на самом деле, здесь чистый бизнес по продаже уже обложенных налогом товаров. То есть, здесь рабочие места, здесь налоги со стороны работодателя в сторону всевозможных трудовых фондов и отчислений. И препятствуя вот этому бизнесу, который на самом деле немаленький и в Уфе, и в Республике Башкортостан, пожалуй, что вот эта группировка на самом деле противоречит тому тренду, который задан в Республике на поддержку бизнеса, на поддержку предпринимательства, или хотя бы создание условий для сохранения этого бизнеса и предпринимательства. Еще одним ярким событием прошедшей недели, безусловно, стало выявление несметных богатств у бывшего замминистра ЖКХ Республики Башкортостан Ильдуса Мамаева. Проверяющие органы с удивлением обнаружили целую пещеру Аладдина у этого замечательного чиновника, который всего лишь год назад покинул государственную службу. Ильдус Мамаев оказался владельцем полутора миллионов долларов деньгами, двух крупных, огромных квартир в Уфе, двух земельных участков в Алуште, еще какого-то участка в Уфе, в Башкирии, в общем, несметного количества имущества. Я уж не говорю там про всякие автомобили и прочие, благо записанные там на родственников и на него самого. Ильдус Мамаев не смог объяснить происхождение всех этих богатств, и теперь прокуратура требует отнять все это имущество в пользу государства. Ну, вообще, очень показательная история. Сразу возникает вопрос, а если у всего лишь замминистра подобные, значит, закрома имеются, то, может быть, надо поинтересоваться, что же было у других замов-министров, и есть сейчас у нынешних, кстати говоря, и у самих министров. К слову говоря, Ильдус Мамаев был заместителем министра ЖКХ при двух министрах, при Сергея Афонине и при достославном господине Кирееве. Страшно предположить, что же можно найти в собственности у этих граждан. И я вообще могу предположить, что если потрясти хорошенько всех этих экс-министров за последние 2-3 года, то, наверное, можно удвоить бюджет республики Башкортостан, если изымать все это несметное богатство в пользу государства. Конечно, не стоит надеяться на то, что это примет массовый характер, потому что само по себе чиновничество вовсе не заинтересовано в подобных акциях. Совершенно непонятно, как же они проворонили этого несчастного Ильдуса. Видимо, это был самый неумный Ильдус среди всех Ильдусов, в том смысле, что не смог спрятать то, что смог насобирать. И, безусловно, возникает вопрос. Ну, хорошо, выявили мы у него вот это богатство. Я имею в виду мы, это прокуратура, общество, государство. Теперь что, просто отберем и отпустим? Ну, может быть, стоит задать вопрос, Ильдус, а ты где это все взял? На улице нашел? В поезде подарили? Ведь, несомненно, то, что человек, который теоретически не мог обладать подобными богатствами, и который ими по факту обладает, значит, приобрел их каким-то криминальным и незаконным путем. А значит, ему нужно определить какое-то наказание, выявить эти пути, хотя бы науке ради понять, как может заместитель министра ЖКХ нажить подобные, значит, богатства за достаточно короткий промежуток времени, дабы, ну, это все не повторилось в будущем. Вот на это, конечно, надеяться, наверное, не стоит. Я думаю, что Ильдус Мамаев отделается легким испугом и потерей вот этих вот активов, вышеперечисленных. На минувшей неделе в Уфе прошел одиночный пикет, явление по последним временам нечастое. В этом одиночном пикете стояли только журналисты, и они стояли в защиту Ивана Сафронова, которого арестовали в Москве, преследуют сейчас за его журналистскую деятельность. Прямо, скажем, необычное явление, и место, выбранное уфимскими журналистами, было необычным. Они стояли у фасада так называемого дома Довлатова и напротив предполагаемого расположения НКВД в советские времена. Журналисты требовали прекратить преследование Ивана Сафронова, так же, как это было, например, с Голуновым в предыдущей итерации. Я, в целом, конечно, очень приветствую подобную солидарность журналистского цеха. Это хоть какую-то надежду оставляет на непредвзятость, честность журналистов. Я понимаю, что все они напуганы тем, что всех их сейчас и в ближайшем будущем загонят под лавку и заставят петь песню, которая уже давно разучена в нашем башенформе. Но посмотрим, как это будет происходить. Нам удалось снять небольшое интервью, и мы, как говорится, представляем его вашему вниманию. Я вышла выразить свое возмущение уголовными делами, которые возбуждаются на российских журналистов. И теми задержаниями, которые вчера произошли в Москве, когда задержали моих коллег, которые вышли также выразить свое возмущение происходящим. Я протестую против того, чтобы в стране происходили репрессии. Выступаю за свободу слова. А теперь новости долевого строительства этой проблемы, которая так до сих пор и не решена, но в последнее время вызывает массу интереса и проходит масса акций. На прошедшей неделе на стройчасе ради Хабиров распорядился создать некую рабочую группу, штаб, или как уж там это будет называться, по решению проблемы шести основных объектов долевого строительства, на которых возникли проблемы со сроками сдачи. В список этих объектов вошел и Серебряный ручей, и Миловский парк, и еще некоторые объекты. Это самые крупные объекты. Возглавляет эту группу Андрей Назаров. Некая палочка-выручалочка ради Хабирова. Надо отметить, что Андрей Геннадьевич в последнее время получает массу сложных заданий, и пока еще ни одно из них не провалил. И, по сути, Хабиров отобрал основные полномочия у госстроя по решению этой проблемы и передал вот этой группе. Что же это за группа, из чего она, из кого она будет состоять, и что она будет делать, вот об этом стоит порассуждать. К концу недели более-менее стал понятен состав этой рабочей группы, этого штаба. К моему глубокому удовлетворению в этот штаб и в эту группу не входит госпожа Гайсина, которая, ну, окончательно уже испортила всю эту тему и дискредитировала себя на 200% в глазах всех дольщиков Республики Башкортостан. И в эту группу почему-то не включен Артем Ковшов, но, видимо, примерно по тем же соображениям. Однако туда вошли все те же чиновники, которые занимались решением этой проблемы до этого, имеется в виду имени Баев и руководитель госстроя. Кроме чиновников туда включили застройщиков, что на самом деле правильно, и возмущаться тут нечего, потому что в этой группе должны быть те люди, с которых, по сути, спрашивают ситуацию, и которые в конечном итоге все равно влияют на достройку каждого отдельного объекта. В группу пока не вошли вообще представители инициативных групп дольщиков, и вот это вызвало бурю эмоций и у самих дольщиков, и у людей, которые так или иначе погружены в эту тему. И, в частности, вот об этом мы говорили с дольщиками, которые собрались на площадке палаточного лагеря Миловского парка в минувшую пятницу. Поддержать сидящих в этом палаточном лагере уже месяц дольщиков Миловского парка приехали представители других объектов долевого строительства. Это и Серебряный ручей, это и регионстройкомплекс, и некоторые другие. Люди приехали выразить свою солидарность. Мы поговорили с некоторыми из них, задавая им практически одни и те же вопросы, чтобы понять, насколько по-разному или одинаково люди в разных объектах вот этого долевого строительства воспринимают сложившуюся ситуацию, как они видят выход из этой ситуации, какие у них есть надежды, и какова перспектива решения их проблемы. Вы как представитель другого объекта сегодня приехали в Миловский парк. Ну, почему и зачем? Во-первых, моя цель помогать дольщикам. Мне их реально по-человечески жалко, потому что я сама судьбой, ну, моя семья обделенная, для меня это очень актуальная проблема, потому что если я раньше, год назад, не акцентировала внимание на Миловском парке, то для меня теперь все больше и больше информации поступает. И мне реально просто вот хочется понять, в чем суть. Потому что эту суть я прошла на своем объекте. Хочется разобраться. Буквально несколько дней назад была создана в рамках правительства рабочая группа. Возглавил ее первый вице-премьер Назаров. И эта рабочая группа будет заниматься проблемами шести крупнейших объектов проблемного долевого строительства. Вот какие у вас мысли на этот счет? Это правильное, неправильное решение? Это развитие ситуации или это какая-то, как сказать, ну, такая нарочитая акция? Вот что это такое? Расскажите нам. Я так подозреваю, что наше правительство начало вникать и до них, наконец, начало доходить, что все-таки надо создавать эту такую рабочую группу для того, чтобы, наверное, более плотную. Так как Россия 300 тысяч обманутых дольщиков и все они претендуют на финансирование, а наши объекты, вот эти шесть, они особо крупные, то, наверное, надо брать под особый контроль. Посмотрим, что из этого получится. Как вы относитесь к тому, что на данный момент, пока в эту рабочую группу не вошел никто из инициативных групп дольщиков, то есть вошли фактически те же самые чиновники, которые и до этого занимались решением этой проблемы? Я считаю, это неправильным. Обязательно нужно адекватных, не то что адекватных, как было бы неправильно сказано. Действительно, рабочая группа, она и должна как народный контроль быть. Обязательно должен быть председатель инициативной группы или тот, кому они доверяют. Может быть, это будет группа представлять, например, несколько объектов, один человек, два человека, которые доверяют. То есть вот друг друга страховать, так скажем, который позиция людям ясна. И они не зарекомендовали себя с плохой стороны. Как вы оцениваете то, что в эту группу не вошли ни Ковшов, ни Гайсина? Насколько это здравый подход к формированию нового органа или это временная ситуация? Я думаю, что Ковшов, он все-таки занимается проблемой обманутых дольщиков. И он, может быть, не объективно свое мнение может высказывать. И более того, он же распорядителем бюджетных средств, субсидирование идет. Поэтому по поводу Гайсины я не считаю ее правильным. Потому что приезжая сюда в палатки, агитировали людей, потом демонстративно садясь в машину и уезжая, это не есть хороший диалог. Все-таки я по поводу Гайсины могу сказать, я целый год к ней обращалась, нереально, ни одного вопроса она не решила. Она намеренно блокировала меня к доступу к правительству. Вот я считаю, это неправильно. Вы же из другого объекта, и почему вы сегодня здесь? Да. Мы из Серебряного ручья. Мы буквально вот в эту среду приезжали по собственной инициативе сюда поддержать наших товарищей по несчастью. И как бы, ну, может быть, у кого-то есть и какая-то борьба между дольщиками. И кто-то, может быть, считает, что вот почему там не нас достраивают, а вот кого-то. Вот мы не считаем Миловский парк своими конкурентами, так же, как и другими. Потому что у нас у всех одна и та же проблема. И решение проблемы зависит, в общем-то, не от нас. Как решат там наверху, кого там достраивать, кого не достраивать. Ну, не от нас это зависит. Но как бы, чтобы от нас хоть что-то немножко зависело, вот мы и собираемся здесь. Потому что свои мы акции проводили. У нас была, я считаю, выдающаяся акция. Не могу я так не сказать. Автопробег, ну, во всяком случае, неординарная, скажем так. Вот. И пора уже переходить на общее. Точнее сказать, я всегда об этом говорила, что надо, общая голодовка нужна была. Это была бы просто бомба, если бы вот так все объекты вышли на голодовку. Вы наверняка слышали, что буквально несколько дней назад правительство республики создало некую рабочую группу по решению проблем. Шести самых крупных объектов долевого строительства возглавил эту группу Андрей Назаров. Ну, и по существу отобрали функцию госстроя, теперь передали вот этой вот рабочей группе. Так вот на самом деле это выглядит. Вот вы какие-то надежды питаетесь с этим? У вас есть какие-то мысли? Ну, если вы спрашиваете вот меня лично, вот меня лично, я вообще человек такой реалист по жизни, поэтому я давно уже никаких надежд не питаю. Понятно. Ну, как вы считаете тогда, необходимо было поменять ту схему попыток решения этой проблемы, которая была до сих пор? Ее нужно как-то менять, ведь по сути ничего не движется. Ну, вот это вообще такой вопрос интересный. Я даже не знаю. Просто ответьте да или нет. Ну, наверное, разница небольшая, скажем так. И практически ее и нет, наверное. Вот так. Ну, то есть, получается, что каких-то надежд на вот эту новую схему решения проблемы вы особых не питаете? Ну, лично я не питаю. Это однозначно. Ну, есть у нас вообще дольщики всегда были такие, которые пять лет назад считали, что оно все равно достроит. Но пять лет прошло, но все равно мы стоим. Ну, вот уже почти месяц здесь стоит этот палаточный лагерь. Вы стоите на своем и заявили о том, что не уйдете, пока не будет найдено решение проблемы. Пока все это получается и последовательно. Насколько вы оцениваете действенность вот этой меры? Есть ли какой-то отклик от властей, от властей строительных, от властей административных? И вообще есть ли какой-то контакт? По поводу отклика от властей, получается, первую неделю, пока мы здесь стояли, даже первые десять дней, пока не прошли вот эти выборы, к нам приезжали три раза, а, два раза Ахмадурин Марат Федаевич, от министра строительства, Гассин Зуфия три раза приезжал, этот Минибаев приезжал три раза. Как бы было у них четкое указание того, чтобы нас отсюда, ну, убрать, как под любым предлогом. То есть мы отсюда не ушли. Дальше вот, получается, за все оставшееся время, за 18 дней, еще, ну, к этому, никто не приезжал, в принципе. Вот у меня сейчас есть такое ощущение, что выжидающую позицию заняли. Это типа как битва с глядами. Кто кого пересидит. Да, 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 кто кого пересидит. Вот, то есть своим присутствием здесь мы всем показываем, что проблема, в принципе, не решается. Что вот эти вот информации, которые по телевизорам показывают, что вот и этим хорошо сделали, и этим хорошо, на самом деле это не соответствует действительности. И вот мы, находясь здесь, как раз-таки и доказываем вот это вот. На днях была организована некая рабочая группа в рамках правительства по решению проблем шести крупных объектов, в том числе и Миловского парка, возглавил эту группу Андрей Назаров, первый вице-премьер правительства. Как вы относитесь вот к этой некой рекогносцировке, к некому изменению в схеме принятия решений? Потому что, ну, до этого все это было как бы на госстрое, а теперь в госстрое забрали и вот вроде как передают в эту рабочую группу. У вас есть какие-то мысли на этот счет? Ну, у меня не то, что мысли, у меня есть факты по поводу этого. То есть, да, когда Хабиров сказал, что будут опер-группы, опер-штаб создан, и туда будут включены все заинтересованные лица, ну, наконец-таки забрежала надежда, что с нами будут общаться хотя бы, ну, на официальном уровне, не то, что там в госстрой, говорящие головы и ничего не делающие. А потом, получается, на следующий день, это в среду, вот узнали о том, какой будет состав. Вчера состав частично подтвердился, то есть, в опер-группу вошли, кроме того, что сам Назаров, еще вошла наша конкурсная управляющая Мордамшина, Алсу Мирхатовна. А вот самое интересное начинается потом. Ни одного дольщика туда не вошло, в эту опер-группу. Вошел также Минибаев, Ахмадуллин, Ковшову и Гайсину почему-то туда не взяли, не знаю, почему он как-то... Может быть, это и хорошо? Нет, это, конечно, хорошо, но толку-то от того, что с дольщиками не ведутся беседы. Вот это плохо, самое главное, вот это плохо. Согласен, но вот об этом как раз говорили многие дольщики с многих объектов, они недоумевают, потому что вот эта фраза «включить всех заинтересованные лица», она как-то не очень исполнилась, да, то есть, опять получился какой-то между собой чиновников, которые вот будут решать, что же нам с этим делать, да? Ко всему прочему хотелось добавить, кроме того, что там чиновники, все те же самые, которые ходят на стройчат, которые уже два года активно решают наши проблемы, ну, мы понимаем, как они решают. Кроме этих чиновников еще вошли представители, точнее, не представители, а директора компании-застоящих, то есть вот этот вот «Серебрый ручей» Багаудинов, вот он туда вошел, в этот оперштаб, что он там делать будет, я не представляю. А по поводу того, как прошло первое заседание оперштаба, ну, оно прошло, и, в принципе, ничего не изменилось. Это очередной для них повод сказать, что вот же проблема решается. Мы в очередной раз собрались, пообсуждали. Понятно. Ну, будем наблюдать ситуацию, посмотрим, может быть, после первого заседания будет второе и какие-то подвижки, может быть, кого-то все-таки услышат и позовут на этот штаб или там, как она называется, группа, да, потому что вот я с вами полностью согласен, что без участия непосредственно дольщиков, наверное, невозможно решать эту проблему, потому что существуют еще и те проблемы, которые лежат вне плоскости, там, строительные, финансовые и так далее. Судя по всему, у заинтересованных сторон, о которых говорил в своем распоряжении Ради Хабиров, пока не сложилось четкого понимания, зачем и для чего создана эта группа. Они высказывают осторожную надежду и осторожный оптимизм на то, что эта группа изменит ситуацию с решением вопроса. Безусловно, основная надежда почему-то возлагается на фигуру Назарова, как человека, способного решать сложные задачи. Хотя, конечно, Андрею Геннадьевичу здесь не позавидуешь. Это вам не ковидный госпиталь построить на имеющиеся деньги. Это действительно задача со многими неизвестными. Тут масса проблем, масса интересантов и масса подводных камней. Огромное количество нечистоплотных людей вовлечено в решение этой проблемы. И Назарову предстоит отделить зерна от плевел. Я имею в виду устранить из этого процесса людей, подобных Гайсиной, Листкову и всевозможным вот этим вот манипуляторам. Но надеюсь на то, что совместными усилиями что-то получится решить и сдвинуть с мертвой точки решение вот этой проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин